Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, может быть, вы в первый раз слышали про Харалампия. Но кроме тех праздников, что мы знаем, есть много того, чего мы не знаем, и нужно это всё узнать, потому что это всё для нас. Намерением сегодняшней службы была очень простая выгода, такой обычный, если желаете, духовный эгоизм. Не все же служат Богу, потому что любят Бога, просто чистой любовью любят Бога. Таких людей, наверное, не так уж много, хотя они, конечно, есть. Большинство людей, если Богу служат, то ожидают от Бога какой-то награды или какую-то выгоду от Него хотят, хотят получить что-нибудь. Есть не только Тебе, Господи, ещё и подай, Господи. И Тебе, Господи, векте не одно, а подай семь. Поэтому мы просим больше, чем даём Богу. Мы хотим здоровья, помощи, защиты и так далее, и так далее, и так далее. И всё это очень важно, потому что именно так мы приходим к познанию того, что Господь хранитель, питатель, щит, защита, кровь, целебник и так далее, и тому подобное. Потом должны полюбить Его. То есть сначала люди обычно относятся к Богу как к спонсору. «Дай мне, скажем, какую-то помощь». Или как к милиционеру, защити меня, нападают на меня. Или как к юристу, адвокату, оправдай меня, на меня неправильно сказали то или то. Или как к скорой помощи. «Я болею, мне нужно по исцелению». Но всё это неплохо, это всё недостойно укорения, это нормально. А как иначе? Но потом, получив благовременную помощь в разных неприятностях и нуждах, нужно пойти дальше и полюбить Бога за то, что Он есть, что Он благо, человеколюбится, сотворил нас и готовит нам царство, приготовил уже, создал уже царство, нас готовит к вхождению в царство. Это уже потом наши благодарности Ему. Так что вот начну. Есть крайняя такая уже вещь, это когда люди служат Господу, когда просто боятся, что их накажут. Это тоже хорошо. Когда у человека есть страх божественных наказаний, это тоже хорошо. Потому что наверняка вы знаете, что не у всех это есть. Многие грешат без всякого страха, и у них уже бездна под ногами, уже языки пламени облизывают им носки и обуви, они ничего не чувствуют. Поэтому всякий Божий страх хорош. И всякое служение Богу хорошо. Раба, наёмника и сына. Только с той разницей, что нужно всё-таки идти с низшего к высшему, и с худшего к лучшему. Поэтому сегодня я имел намерение отслужить и отслужили мы с вами службу Божию в день памяти Харалампия Магнезийского священномученика, потому что этот человек, который в день своего мучения был 113 лет возраста. Было 113 лет. Он был в здравом уме, на своих ногах. Он пас в свою паству. Он говорил им по учению, он служил в литургию. Он исполнял все епископские обязанности. В 113 лет. Никаких деменций, забываний, никаких расслаблений, никаких уныний, никаких старческих таких избыточных немощей, таких, что с кровати не встанешь, в нём не было. Но уже это нужно запомнить. Он был девственник от рождения. Неженат никогда был. Хранил себя. Видимо, был воспитан в вере. То есть мы не знаем про него почти ничего. Он стал известен церкви благодаря своему страданию и предстрадательной молитве. Во время очередного гонения, для нас уже даже не важно сейчас называть имена этих императоров и правителей, это второстепенная вещь, это всё можно поискать в аналог. С него содрали кожу, такими, значит, не знаю, как-то типа граблями, что ли, да, сдёрли с него кожу. При этом старик сказал, спасибо, дети, вы обновили мой дух. Но это ещё не была его смерть, его ещё там за бороду-то тащили, привязали ему к бороде, борода была длинная, привязали его к верёвке, к бороде, тащили его там, к коню привязали, по земле там таскали его. В общем, там много чего с ним делали, но его смерть не настигала, он ещё долго жил и умер от удара мечом, вернее, нет, перед тем, как его усекли мечом, он помолился Богу. Эта молитва, собственно, и становится предметом почитания Харалампе. Когда его уже меч коснулся, он уже умер. То есть он отдал Богу душу до удара мечом. А помолился он так, он просил, как вы слышали, может быть, обратили внимание в молитве, чтобы там, где будут лежать честные мощи мои, то есть тело моё, останки мои, и там, где будут помнить меня и почитать меня, пусть там скот не мрёт, пусть там не будет мора, пусть там не будет болезней всяких, но слово эпидемия ещё не было известно, пусть там не будет болезней, пусть там будет для людей хорошо, чтобы был здоровый воздух, здоровое, значит, всё, что нужно, чтобы земля рожала, чтобы люди были здоровы и для спасения души, и для тела здоровья, значит, чтобы всё у них было. Ну, как-то вот так он помолился, и Христос ему сказал, будет так, воин мой, Харлампий, будет так, тебе пострадавшему за меня так много, значит, вот будет так, как ты сказал. И после этого воин сиканул его мечом, а души уже в теле не было. Он умер за секунду до этого. Значит, мощи этого святого человека находятся в Греции, в монастыре, называющемся Метеоры, такое известное. Я лично там не был, но даже те, кто там не был, наверняка слышали об этом или видели там в разных фильмах, такие вот стоят, такие каменные, такие как бы сталагмиты, такие огромные каменные, такие как пальцы, посреди, вот между горами. И там наверху на этих вот этих каменных, таких столбообразных, таких каменных возвышенностях находятся кельи монашеские. Там не так много монахов сегодня, сегодня люди не готовы так жить. Не будем никого осуждать, но люди стали во многом никудышними, как бы, и, конечно, там не каждый сможет выжить. Но там есть монахи, слава Богу, есть там эти кельи, они там живут, там им поднимают по веревкам еду, питье. Туда, правда, и туристы лазят, к сожалению. Ну ладно, вот там находятся его мощи, многоцелебные мощи, множество исцелений, значит, дает Бог за молитвы Харалампия. И частицы его мощей по всей Греции, так сказать, рассыпаны, как звезды. Некоторые мироточат, от некоторых даются людям различные дары. То есть он реальный чудотворец. И замечено, да, где почитают Харалампия, там нет эпидемий, там нет скотского мора, туда не налетает саранча сожрать посевы. Ну то есть там нет ничего такого, что мешает обычному человеку. Так что вот таким простым желанием такую службу отслужить сегодня было для меня то, что Харалампий обещал, сам обещал, мы его не просили, никто его за язык не тянул, он сам просил, сам хотел, Господь ему пообещал и благословил, так и есть. Поэтому мы должны пользоваться тем, что есть. Что нам еще выдумывать? Слышали, есть такой врач, который исцеляет все болезни бесплатно. Да, а где такой врач? Я вам сейчас скажу. Так мы все пойдем к нему и вылечимся у него. Правильно? Так же делается. А слышали, вот есть такое, вот такое, там всем полезное, всем хорошее. А сколько стоит? Нисколько, берите даром. Да, а где такое? А вот там. О, пошли, все пойдем сразу. Вот церковь это и есть такое, вот такое вкусное, бесплатное. Такое, значит, ты узнаешь каждый раз какого-то святого, живущих на небе узнаешь и получаешь от них различные дары, исцеление, вразумление. Что нужно человеку? Все, что хочешь нужно человеку. Кому-то нужно исцелиться. Но больше всего, конечно, нужно вразумиться, потому что человек исцелился и не вразумился, то это бестолк. Все равно умирать придется. Надо заболеть и вразумиться, потом вразумиться и исцелиться, если хотите. Такая схема. Попасть в беду и вразумиться, потом вразумиться и выйти из беды. Вот это правильная схема. То есть беда – это последний довод Господа Бога. Беда. Если люди не вразумляются бедой, они ничем не вразумляются, их только ждет смерть, причем бесполезная. Просто посечет их, как бы коса, как траву при росе. И все. А когда уже вжик-вжик, уже впереди перед носом, тогда молиться поздно, кстати. Ну, может, не всем поздно, может быть, есть такие, которые вымолят себе и в эту секунду еще благо какое-нибудь. Но есть такое слово, знаете, среди росой покрытой травы, когда косит роса, бестолку молится сорняк, чтобы его пощадили. То есть уже, когда пошла коса косить, там косят всех. И свежую травку, и что там попадется. Если зайчик заснет в траве, то там, извиняюсь, там и зайчика коса найдет, хотя его не искали, но его тоже зацепят. Потому что дождались косы, значит, принимайте косу. Это все очень жестко. Господь наш вообще не бубочка и не цацочка. Он ждет, ждет, потом начнет бить, и будет всем мало места. Долго ждет, но больно бьет. Святые сказали, Бог долго ждет, но больно бьет. Поэтому человеку нужно не исцелиться, а вразумиться, а потом исцелиться. Если бы у нас вразумились все, кто исцелился в этом ковиде, в этом паршивом, мы бы имели святую страну. Но болеть болели, умирать умирали, выздоравливать выздоравливали, но мало кто вразумился. Но есть такие, что вразумились, кстати. Есть такие. Я лично слышал, как люди вразумлялись. Как они чувствовали, как смерть им на плечи садится, или на грудь садится, дышать им не дает. Как бесы шепчут в уши, как бы, ну где твой Бог? Где твой Бог? Реально бесы приступают к человеку. Значит, эта гадина вся, вся невидимая такая. И в темноте палаты, возле больничной койки там начинают обступать. Как в псалтире написано такое. Слыша голоса многих, гождущих о крест меня. Такие, ну там, где твой Господь? Ну что, что, сейчас душа твоя с нами будет, где твой Господь? Давай молись. Можешь молиться, не можешь? А люди в страхе плохо молятся. Цепенеет от ужаса язык, вообще мысли закаменеют. Закаменеют как бы. Человек вообще даже может быть имя Божие забыть. Так что вот у нас много разных неприятностей, угроз, бед. Угроз даже больше, чем бед. Не так много бед, сколько угроз. И иногда человек боится угрозы больше, чем самой беды. Как написано в Евангелии про страшные дни, последние страшные дни, что люди будут издыхать от страха бедствий, грядущих на Вселенную. Не от самих бедствий, от страха бедствий. Давно замечено, что когда беда пришла, появляется храбрость, даже какое-то отчаяние появляется. Говорит, да ладно, раз так, значит так. Но когда еще беда не пришла, а только идет, вот тогда-то народ и дохнет от страха. От страха грядущих бедствий. Болезни, войны. Ну что, а что вы хотели? А мы что, другие что ли? Мы что, не так грешим, как все остальные? Мало ли людей, как бы, значит, на вилы поднимали за грехи их. Ну а что мы, с другого теста? Так вот мы позвали Харлампия на помощь сегодня, чтобы исполнилось то, что он обещал. Все очень просто. Тебя убили за Христа? Убили. Ты много потерпел? Много. Ты перед смертью что просил? Просил, чтобы там, где меня почитают, там не было беды. Вот мы и просим. Правильно? Правильно. Он говорит, правильно, так и надо. Я сказал, Господь ответил, как бы, вы делаете. Все? Что еще нужно? Самое время обратиться к вере тем, кто не верит. Самое время укрепиться в вере тем, кто верит. Заметьте, какая красота, братья и сестры, как люди умирали и думали не про себя. То есть они уже были в другой какой-то реальности. Потому что, когда умирает обычный человек, он может молиться, ну прости меня, не прогоняй меня, забудь мои грехи, очисти мою душу и тогда дай мне силу, дай мне мудрость, дай мне мужество. Уже сейчас мудрость не нужна, уже нужно мужество и вера. Кто детей имеет, там за детей может молиться. Кто по себе оставляет какое-то дело, ну например, страну или что-нибудь еще такое. Ну как этот самый, адмирал Корнилов, там в Севастополе умирал от ранений. Он думал, защищайте, защищайте Севастополь. С этим словами умирал, а с него кровь вся повытекала, он говорит, защищайте, защищайте Севастополь. Не о себе думал, я к тому, что не о себе. Эгоисты ведь умирают, думают только про себя, в жизни думают только про себя. Что они говорят, я, 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 мне, 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 у меня, у меня, я подумал, я подумал, я придумал, мне приснилось. Я вот так, я вот так, я, 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 всю жизнь я, я, якают, потом умирают, подыхают уже и тоже я, 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 якают на смертном адре. Я, 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 а и куда же я, а что же за мною, а куда же... Те, кто не эгоисты, думают вообще про других. Кто-то про семью свою, кто-то про страну свою, кто-то про дело свое, а кто-то вообще про всех людей, про то, что все вообще спасли, что всем было хорошо. Недавно был мученик Трифон, такой тоже известный, бесогон, такой гонитель всяких злых духов, исцелитель и бесстребренник. Он тоже, когда умирал, он просил Господа тоже об этом, чтобы, Господи, сделай так, чтобы там, где меня будут помнить, там, где меня будут почитать, ну, меня, кровь пролитую за тебя и тебя, Господа, то есть они свидетели Христовы, чтобы там у людей была тоже помощь, защита, чтобы враг лукавый их не терзал, чтобы они имели веру, я им буду помогать. Тоже Господь говорит, будет тебе раб мой Трифон, как ты просишь, так и будет. То есть люди умирали, думали о других. Соответственно, они, конечно, и жили, тоже думали о других. Вот мы сегодня совершаем такую священную память одного из неэгоистов, который жил для других и умер для других. И его молитвами мы сегодня веселимся и утверждаемся в надежде. Вообще бояться нам совершенно нечего на самом деле, вообще ничего нам бояться не надо, пусть другие боятся. Кто осатанел, пусть боится, в ком веры нет, пусть боится. Кто охамел настолько, что Бог уже, значит, припекать начинает ему пятки, пусть боится. Верным бояться нечего. Чего нам бояться? Кого? Страха вашего не боимся, не же смутимся. Все хорошо, но помощь нужна, помощь не повредится. Нужен Николай, нужен Спиридон, нужен Харалампий, о котором не все слышали, нужен Трифон, нужна Матрона, нужен Серафим, завтра будет Власий такой севастийский. Завтра мы не будем служить, но на всякий случай, знаете, завтра будет такой Власий, священномученик. Они поминаются обычно вместе, Харалампий и Власий, потому что оба очень похожи. Власий тоже такой имел любовь, он любил людей, любил животных тоже. Он когда, значит, шел его на казнь вели, там такое интересное было, то, значит, собака хромая, какая-то за ним ковыляла, какие-то, знаете, такие несчастные такие, тузики, которые отвлекаются на кличку Счастливчик, значит, глаз вытек, нога поломана. Какой-то пес там на трех лапах ковылял за ним, и Власий уже жалко этого пса стало, а он как-то там помолился, то ли брал его в руки, то ли эту ножку ему там прикасался к ней, то ли просто благословил его, короче, у пса эта нога вправилась, короче, такой пес веселый побежал за ним на четырех лапах. То есть человека шли голову ему отсечь, а ему собаку было жалко. Понимаете, что такое Дух Святой, живущий в человеке? Там не только нету блуда, не только нету осуждения, злорадства, ненависти, мести, корысти, жадности, там вообще этого нету, а там есть даже такое вот состояние души, при котором в Духе Святом человек все любит. И пса хромого жалеет за полчаса до собственной смерти. Что такое Дух Святой делает с человеком? Про одного египетского святого писали, что от избытка благодати он уже не знал, есть ли в мире зло. Можете представить такое состояние человека? Ну, конечно, не можете, я тоже не могу. Он даже не знал вообще, а вообще грешники в мире есть? А вообще кто-нибудь вообще заповеди Божии нарушает? А вообще что вообще плохое? Может что-то быть в мире? Настолько он был полон Богом, что он вообще все забыл. На старости лет наполнился Богом и все забыл, что в мире правда не живет. Что не любите мира не то, что в мире. Что мир возле лежит, вообще как пьяный лежит возле мир, как бы и встать не может. А он забыл, что в мире есть зло. Настолько был полный Богом. Ну, значит, нам есть куда идти. Значит, мы должны узнавать этих святых Божиих людей и двигаться туда, вот к ним, к ним, к ним, к ним. Именно благодаря святым мы должны оценивать и современную нашу жизнь. Вчера мне эта мысль пришла, я ее записал, чтобы не забыть. Вам сегодня скажу. Это то, что по крайней. Вот у меня один такой товарищ есть хороший, он в Канаде живет. А люди, знаете, они даже самые хорошие, когда находятся постоянным долбежкой, как бы, значит, срез массовой информации, у них там какой-то крен в мыслях происходит все равно. Значит, они, чтобы они так про Господа Бога говорили часто, как они говорят про Путина. Они были бы святые, потому что они про него постоянно говорят. И он тоже был такой. И когда Крым ушел, этот мой хороший товарищ, он реально хороший товарищ, он говорит, ну, елки-палки, ну, что это такое вообще, Крым ушел, человечки зеленые, что такое вообще. А потом посмотрел в календарь, оказывается, что декларация о присоединении Крыма произошла. «День памяти Луки Крымского». А Луку он хорошо знал. Он говорит, о, в день Луки Симферопольского и Крымского Крым ушел в Россию. Ну, раз в день Луки, значит, все правильно. У него как бы сомнения. Он говорит, Лука святой, святой, Луку все знают, все знают. Лука вообще имеет какую-то власть на небе или не имеет? У Луки очень много власти на земле и на небе, потому что святые царствуют со Христом. И Христос дает им царствовать вместе с Собою. Раз такие вещи происходят, это никакая не случайность. Поэтому нужно смотреть на земные события глазами святых людей. Вот сейчас вы знаете, это последние политические события. Давайте подумаем, что бы сказал Сергий Радонежский. Сказал бы, смиряемся, братья, в жизни расслабляться некогда, но своих спасать надо, делайте вы все правильно, только с крестом все делайте, и с молитвой, и без гордости. Лишнюю кровь не лейте, но бедных защитите. Помоги вам Бог и Пресвятая Богородица. Так бы сказал. И пошел бы молиться. Они бы уехали работать, как Дмитрий Донской на Куликово поле, он пошел бы в келью молиться. Что бы Серафим Саровский сказал? То же самое бы сказал. Когда Наполеон в Россию приходил, Серафим Саровский где был? В армии? Нет. А где был? В лесу. Даже не в монастыре, а в лесу. Его никто не видел, кроме медведей. Он там в лесу молился о всем мире. Тысячу дней, тысячу ночей. Говорил, Боже, милости, буди мне грешнику. И больше ничего не говорил. И Христос с ним разговаривал много и часто. И потом его благодарили, потом император его благодарил за то, что вашими молитвами, молитвами таких, как вы, мы спаслись от врага лютого, врага многочисленных. Если бы Серафима спросить, ну, батюшка, прости, ну как там? Он бы нам сказал, а что вы перепугались, радость моя? Христос воскресе, нам дороги нет унывать. В мире много зла, в мире все брехливое. Сатана получил большую власть из-за грехов человеческих. Но все равно, кто Бога отменил? Христос воскресе, радость моя. Все, что делаешь, ради Бога делай. Помоги вам Господи. Пресвятая Богородица, помогай нам. Сказал бы так примерно. Что бы сказал Михаил Илларионович Кутузов? Сказал бы добре, добре. Подождали, ну все как Кутузов делал. Подождали, отступили, помучились, потерпели. Потом сделали то, что нужно. Хорошо. Что бы сказал Суворов? Сказал бы, эй, я бы давно их покомсал. Гони, руби, кали. Враг упал, не бей. Бог разбойникам не помощник. Мирных не обижай. Врага, поднявшего руки, не кали. Мы не разбойники. Мы дом Богородицы. Мы богатыри. Не приятель от нас дрожит. Но мы никого не мучим, ни на кем не издеваемся. Говорит, не приятель взял в руки ружье? Гони, бей, режь, кали. Уничтожай. Поднял руки, все, война окончена. Мы не разбойники. Любой Серафимушка, любой Сергийушка, Алва Сергий, любой бы сказал, слушайте, братья, а мы все жили в войне, а мы все жили с бедой, мы все жили под угрозами, мы все жили там сикость-накость, с хлеба на квас, с кваса на хлеб. Богу молились, радовались и в рай вошли. Чего ты хочешь? Так что вообще бояться нечего. Каждый день у нас есть новый заступник. И не один, а два, три, пять, десять, пятнадцать. Календарь раскроете, посмотрите. Сегодня я предлагаю вам на запоминание вот этого святого Харалампия, который обещал и сделает, избавляет и избавит почитателей своих, и боголюбцев своих, богомольцев своих от эпидемий, от страха, глада, нападения врагов, истребления плодов земных, всего того, что может угрожать человеку. И нужно мерить свою земную жизнь жизнью небесной. Надо научиться смотреть на жизнь земную глазами тех, кто эту жизнь уже закончил. Как сказал апостол Павел, мы имеем ум Христов. То есть мы смотрим на жизнь, как Христос. Ну мы, конечно, так не смотрим, но Павел так сказал, значит, нам нужно учиться. Он говорит, у вас должны быть те же чувствования, что и во Христе Иисусе, Господе нашим. То есть мы должны чувствовать то, что чувствовал Христос. И мы должны смотреть на мир глазами Христа, и должны иметь ум Христа. Конечно, всего этого пока еще нет, но мы должны, по крайней мере, знать, что так должно быть. Чувствования Христовы, ум Христов, глаза Христовы должны быть в нас. Поэтому давайте будем стремиться к тому, чтобы не просто смотреть на мир глазами бессмысленного обывателя, а смотреть на мир глазами Господа Иисуса Христа. Все будет хорошо, братья и сестры. Кто живет с Богом, у того плохо ничего не будет. Все будет хорошо, только нужно держаться за веру и молиться часто, и богатеть добрыми делами, и иметь покаяние. Остальное Бог решит в пользу своих верующих. Аминь и слава живущему на небе, Отцу и Сыну и Стаму Духу, всегда, ныне и во веки веков. Аминь. Спасибо за молитвы. Завтра у нас власий, но службы нет. Вот, почитайте про него, кстати. Есть прекрасные ресурсы. Есть, например, такой ресурс чудесный, Азбука, где вообще собраны сотни тысяч поучений святых, и книги целые оцифрованы, и Жития, и все-все-все. Азбука.ру. Все, что хочешь. И Православие.ру, и все жития, поучения, проповеди, Евангелие, толкования, экзегет.ру, например. На каждый стих Библии есть свои толкования, святых отцов подобраны. Читайте, изучайте, интересуйтесь. В пятницу у нас целый куст праздников. У нас память, праздник в честь Иверской иконы Божьей Матери. Радуйся, благая вратарница, двери райские верным отверзающие. Потом память святого Алексия, митрополита московского, современника святого Сергия, мощи которого лежат у нас в Елохове. Туда можно и поехать, если хотите, но можно в любом месте помолиться. Алексий. Это великий наш святитель, заступник и помощник. Града Москвы защита. Потом в этот же день память святого Милетия, антиохийского. Это, кстати, тот святой, благодаря которому мы крестимся тремя перстами. И это тот святой, который рукоположил Иоанна Златоуста в диаконы. Это был архиепископ Антиохий. Он отец духовный Иоанна Златоуста. Он очень почитаемый был в древности. Это был совершенно важный святитель. Так его сейчас как бы подзабыли. И еще будет память Милетия Харьковского в этот же день. Этот Милетий Харьковский был известен тем, что никогда не спал в кровати. Он спал, сидя по уставу Пахомия, на корточках, на маленькой табуреточке, или стоя. И умер стоя, с распростертыми руками, прочитавший молитву святого Симеона. Ныне отпущаешь раба, твой владыка. Прочитал и умер. Милетий. Он, по-моему, в Харькове его погребен. Милетий. А напротив Афанасий сидящий. Архиереев в Греции хорнят сидя. Помните, да? Архиереев в Греции погребают сидя. В Харькове, в Кафедральном соборе Богоявленском, там друг напротив друга двое мощей. Милетий лежащий, и Афанасий сидящий. Сидя в архиерейском облачении сидит святой патриарх Афанасий Царьградский, который умер у нас в Малороссии, когда его там турки очередной раз прогнали. А напротив него Милетий. Вот этот Милетий, он сейчас лежит, а в жизни никогда не ложился. Ну, когда стал монахом, ни разу в кровать не лег, как Ян Максимович. Только на коленях спал, или сидя на маленькой табуреточке такой, чтобы колени в нос упирались, или стоял. Стоя умер на молитве. Такие люди были, слушайте, они и сейчас есть, никуда не делись. Они окружают престол Царя Христа и совершают непрестанные службы Богу. Аллилуйя поют, Господи, слава Тебе поют, Господи, помилуй людей Твоих поют, на землю смотрят, за землю молятся. Вот надо это все знать. Так что в пятницу у нас Алексий, Иверская, Милетий, Милетий. Будем живы-здоровы, придем еще и всех поменем, и всем помолимся. Причастников поздравляю с принятием бессмертных, животворящих, целебных, Христовых тайн. Желаю вам, чтобы через причастие с тих тайн вы избавились от страстей, которые вас мучат. Если вас мучит страх, чтобы ушел страх через тело Христово. Чтобы если мучит вас зависть, чтобы ушла зависть. Чтобы если мучит вас обида, чтобы ушла обида. Чтобы вы принимали святые тайны как лекарства для исцеления конкретных реальных болезней вашей души и тела. Болит вот это, принимая причастие, как лекарство от всех болезней, души и тела. Боюсь смерти, принимай причастие. Боюсь бедности, принимай причастие. Имею зависть, принимай причастие. Чтобы вы принимали конкретно причастие, как лекарство для души и тела от того, что вас мучает. Потому что Христос для того пришел, чтобы нас исцелить от всего, что нас мучает. Ему слава.